Штыка конференции FOSDM – это ежегодное мероприятие в Брюссельском свободном университете про открытый софт, то есть рассправить как европейская встреча разработчиков открытого софта. Я не узнал только в ноябре, но проводится она с 2007 года, по-моему. Кто-то в сообществе OpenStreetMap написал, что не хотите ли там какой-нибудь доклад выставить, но я, собственно, и выставил. Я предположил, что там сразу десяток докладов заявил кто-нибудь, и я там буду соревноваться с кем-то и показывать, что это интересный доклад. Забегая вперед, скажу, что у меня был единственный доклад в OpenStreetMap. И, собственно, слава моему, я поехал в командировку в Брюссель, чтобы выступить на FOSDM. Как это все проходит? FOSDM – это офигенно большая конференция. То есть, если на OpenStreetMap у нас было 300 человек, то на FOSDM в 20 раз больше. Примерно 6000. Ну, оценки различаются, потому что никто не считает. Потому что там нет никакой регистрации, просто приходишь и слушаешь. Ну, понятно, что университет достаточно большой. То есть, доклады проходят в пяти корпусах на двух этажах в каждом. Всего параллельно 24 потока, по-моему, идут. Ну, порядка 2 дня, правда, вечера. Вот это самый большой зал, который Джонсон в нем проходил открывающий и закрывающий этап. Все остальные залы поменьше. Вот из-за того, что они поменьше, то есть там в них влезает человек по 150, ну, там даже 100, то можно понять, что большую часть времени в залы было не подтолкнуться. И была такая обидная речка, а приходишь, там на зале написано, что мы заполнены. Вот ссылка, чтобы посмотреть презентацию в онлайн. Ну, вот такая табличка и сегодня. Вот. На некоторых было open, но там был неинтересный. Вот. Был хороший интернет, что интересно на FOSDEM, они все-таки за Linux и развитие технологий, поэтому интернет был IPv6-тернет. Поэтому он не у всех работал, но был, по-моему, запасной вариант. Вот. По статистике было видно, что примерно две трети участников пользовались IPv6-тернет. на FOSDEM. Так что это довольно хорошо. И, по странам совпадения, примерно две трети участников пользовались компьютерами Linux, а треть на FOSD. Презентации были разные. То есть, были презентации со сложными техническими темами. где приходили разработчики и говорили, что вот, значит, есть протокол там, скажем, HTTP, он работает в KDP, а как расположены тунгеры в рокерах, это не сейчас и отлично. Это действительно образно выражается. То есть, там затрагивались все популярные темы. То есть, виртуализация, микроядра, микросервисы. Миллион тем. Вот. Что не очень хорошо, я все эти модные доклады пропустил, а ходил на то, что мне более-менее понятно. Типа HTTP 2, там, или NeuroOffice, или Geospatial, я просто на самом деле полетра. Поэтому, не сказать, что я в целом много нового получал. Этого заготовка этого удокладываю. Мне было лень выпускать WinxPay и переставать сверху. Поэтому, я взял риск и сделал с вами. Вот. Что... Ну, пошут у нас встреча в геопостраске. Что там было интересного про гео? Был всего один поток. Geospatial. Воскресение. Я ездил в одном из залов. Там были... Такие, довольно средний доклад. То есть... Там рассказали, что MySQL – лучшая функция диск. Я не знаю, насколько они сидят, потому что пропустил этот доклад. Вот. Но... Я надеюсь, что там хоть чуть-чуть поделились просто диск. Потому что, когда я последний раз их пользовал, там просто по бобоксу все это раз их ходил. То есть... То есть... То есть пересечение объекта, то пересечение бобокса все дня. Вот. Ну, я надеюсь, что все хорошо. Этот доклад был в 9 утра. Поэтому я не разговаривающе и проснулся. Вот. На тех докладах, что я был... Вот, собственно, фотографии из этого зала Геоспешл. Был фильм, который показывал, как устроен сайт общества транспортной Финляндии. Они его серьезно улучшают. То есть до этого у них был просто поиск маршрута по точке до точке. Ладно, он с пересадками. А он, с использованием опыста Apple, понятно, с использованием кучи дамов, тысячи модных библиотек, сделал по точку сайт, где от точки до точки маршруты становятся не только как написано, ну, или как установить на карте. Ну, в общем, все, что там можно плавить от маршрутов вниз. Особенно мне понравилось, что у них есть сервис, когда ты сходишься на автобус и смотришь по лобилю между наставками передачи, как сходится на автобусе. Вот это очень неплохо. У меня, когда я занимаюсь в сервисе на автобусе. Вот. Был доклад про флайд-синюлятор. Те, кто следят за OpenStateMap'ом, знают, что у нас есть X-Plane, а-ли-синюлятор, который использует OpenStateMap и постоянно генерит интересные картинки. Потому что они там используют высотность дамов, рельеф, контуры, дезотно-посадочных волос. И, в целом, получается, что ты летишь на каждой OpenStateMap как настоящий мир. Вот. Поэтому, когда я пошел доклад про флайд-синюлятор, и поразился, что там, ну, ниже целых опций красивых картинок. Вот. Оказалось, что этот доклад делал какой-то мужик, который действительно много работает с синюлятором, он хочет сделать синюлятор, который работает в чистом браузере. Томи накопал кучу интересных жаловских полиц билотек. Прежде всего, триточки Gears для триллер мира. Там какая-то билотека, наверное, для динамики полета-самолета. Ну, пинчатой модели полета-самолета, видимо. Что? Сойдем. Нет. Он с синюлятором. Я понимаю, что его значили меньше. Вот. В общем, он направлен биотек. Посмотрел, что изоплосты как модели в щи-дорбике, из СТЭМа умножающей триллер. Вот. И он уже собрался все это совестить. Ну, когда его спросил, собственно, а где слайды. Потому что у него есть доклад, было бы 4 слайда с текстом. Вот. Он сказал, что, ну, на самом деле, я еще это пишу, как бы, и пока еще нечего показывать. Вот. Так что доклад еще нечего иначе. Насчет Цезиума. Была презентация человека, который интегрирует Цезиум в СОП и ЛС-3. Собственно, заметил, где включился. Вот. То есть... Он... Просто экспоп-логин Доплэймс для подключения Цезиума одного из... Какой-то подбирающей модель. То есть... Вполне вероятно, да. Вполне вероятно, да. Но у него не было послужителей. Ну, логично, да. То есть у нас тоже были свои недостатки, что он показывал только на примере одного сайта. Но он выглядит интересно. То есть он погружает туда рельеф. И он подключил. И он подключил. И он подключил. И он подключил. Это включение, это на шпица. Так. Ну, в общем, пришло наш письмо. Я сейчас договорюсь. Что интересного в этой степке OpenAge с Cezum, что оно всё работает и как бы не видно швов. То есть человек показывает сайт OpenAge, а там можно вращать планету, у него есть тринет настоящий. Все слои с фичами линий и точек привязаны к тринету, то есть маршруты там идут по горам. Наверх натянут проостровый слой, он нормальный. То есть взят обычный тайловый слой и в целом можно использовать. Человек очень мало говорит про то, как это устроено, но выглядело реально, что как бы двумя строчками в Cezum и карту можно поворачивать и использовать как локус. Вот, я рассказал про редакторных СМИ, но вы скоро все-то его узнаете. Да, был доклад про итоги Google Summer of Code прошлого года от OSGEL. OSGEL получает очень много мест на Google Summer of Code. И они перечислили проекты. Проекты студенческие, то есть плагины к всяким кудисам и прочим. И там всякие роузы кантимодальные, что-то было. И вот, что-то рендеринг. Это модуль для опыт рекламов. Что меня удивило в проекте Google Summer of Code, это что контингент разработчиков там не такой, как, например, в России. Примерно третий разработчиков это вообще девушки. Ну, как обычно, один самый ловко, больше половины из азиатских стран. Но, в целом, очень понравилось, что вот есть такое разнообразие участников. И никак у нас нет, как здесь нет. То есть это вообще характерно для американцев, что они стараются работать над увеличением позаобра. Был стенд в лишнее время. Был стенд в лишнее время. Но они подорожили на Амазоне, что-то мы не знаем. Кто-то купил. Какие кандомные люди, которые исключали, будут пускать эти дни? Ну, видимо. Ну, там они написали скрипу 10%, но на Амазоне скрипу 30%. В целом, было интересно. Веда была так себе. Ну, это можно понять, что для 60 тысяч участников, где он нормальный еще, ресторан, как я возьмал. Были такие сэндвичи, курица и, конечно, бельгийский лав. То есть главная причина этой недели вообще. Некоторые уже попрославные отчеты Маканга, знают. Это днигийский лав. Так. Если я что-то пропускаю, может, скажу. Потому что у меня впечатления довольно отрывочные. Потому что фосдэм – это непрерывная беготья по аудитории. Вот это все смотришь, что доклад в одном здании. А через 5 минут начинаешь интересный доклад в здании, который там есть в кампус. Ты прибегаешь, а там, короче, табличка трассе в углу. Ну, а что делать? Смотришь быстро на расписание. Обычно, как поняли, есть допустной доклад, там еще в другом здании. Бежишь, а там уже, собственно, время уже происходит. Вот. Было очень много стендов разных открытых проектов. Самый, конечно, дискредитировал Linux. Но так же и все-таки. Там уже лидер Office. Были стенды типа Mozilla, James'а. Разных ники. Целых трех ники было с ними. Я их не нашел, к сожалению. Вот. На Сэндексе чаще люди раздают на клейки значки. Я на Сэндексе, где все равно на компьютере есть на клейки LibreOffice. Я сюда собирал стенды фундовки и брошу за ним. А где стенды на Windows? Да, они в робочной версии, в адрес. Вот это, конечно, было беда, что забыл взять на конференцию, а теперь они начали. Потому что они просто зашли за полчаса. Можно было сделать стенд. То есть опять же, чтобы сделать стенд, то особо не нужно, по-моему, регистрируйться. Вот. Был один большой доклад про OpenStackMap. Это он точно для этого был слайд. Это закрывающий доклад, где он Блейк Джейнадо, визит-президент генетарной команды OpenStackMap. Он, хотя это конференция просто софт и софт, он мало не понимал, а рассказывал примерно, как презентация генетарной команды выглядит. То есть, вот есть добровольцы, есть начальники контроля по Стритмет, и есть страны, в которых не все хорошо по разным причинам. Где-то стихийные бедствия, где-то про кого-то просто забыли. Например, скажем, вот там есть город, в котором живет 250 тысяч человек, но, кажется, он представлен двумя дорогами и одним домиком, а шеладулы и относительно представлены. И как дальше генетарный сообщественный переход, и вот мы вдруг накинулись на него, и за два дня отрисовали 100 тысяч домиков, и слайд, когда все его было с права, все стало. И на этих песах почему-то народ в зале начинал деклазировать, и написать потом еще два подобных слайда тоже на деклазе были. Ну, это, конечно, здорово, но те, кто живет во флоспектной акции понимают, что это на самом деле совершенно обычная вещь. То есть туда, когда набегает несколько сотен человек, можно сделать шеладулы, а в том числе отрисовать домик. Можно также и по уничтожать домик. Тем правда занимается реже. Ну, в целом, доклад генетарной команды, он был длинный, в 6 минут, они рассказали, что они не только отрисовывают домики после стихийной бедствии, чтобы помочь спасателям, но гораздо более частая задача – это, во-первых, отрисовать домики вдоль стихийных бедствий, чтобы можно было оценить степень опасности для бедствий на каждом домике, чтобы можно было как-то продумать путевское время, то есть чтобы сделать аналитику просто. Потому что для многих стран просто меньше делать аналитику, например, службы для защиты безопасности. И, соответственно, они не только сами отрисовывают, но они и проводят курсы от степената для местных жителей во многих странах. То есть в Индонезии, помню, помню, жмутай. То есть они собирают местных студентов и угрозных людей, и учитываются депрессы, в Кабинестане и вся особенность. Ну, так, не там и команда за свою историю, сколько уже лет вспомнил с этим, а довольно много всего дела. Вот, и у них много, если сказать. Вот это фотографии из бара. То есть можно писать, что здесь человек пришел к этой спектакле. То есть для нас были заправниваны два ножа, они вам убили, запомнили битком, то есть вот порыть стал спиром, это, наверное, было очень аккуратно, потому что стеклянные стаканы быстро закончились, и все остальные пластики, которые были негативные движения, и ты не понимаешь, его были. Плюс там на улице тоже так надо было. Не представляете. Вот. Интересно, у FOSDEMO традиционный логотип по шестеренкам, но я заметил по старой фотке, что они каждый раз не выбираются, какой-то новый логотип для шестеренки делать. В прошлом это сложная система была. И удивило, что в залах не было микрофонов, кроме самых больших залов, где они отлично. То есть, при этом, чьи микрофоны были, но они писали звук только на камеры для записи. А в залах нужно было просто грантогенаризм. Поэтому те, кто себя позадали предателем, и понимали, что не все это дальше грант придется. Вы надеялись на FOSDEMO, что если это происходит в FOSDEMO, то в этом дали пропуск. Я надеялся увидеть ОСМЕР на конференциях. Там был слайд с записью на потоке Доргер-Колера. Это такие потоки вне основной программы, где можно собраться неумышленно и поговорить с ними на разные темы. И я написал там, давайте, встреча, участников областных мер. По словам, там люди будут общаться на теме. И пришел в образовательный зал, иначе он будет ждать толпы. Пришел один человек, за 20 секунд забрали, что он тоже русский. Он живет в Швеции, но говорили не на русском. Он рассказал про свой проект, который он пришел. Я уже забыл прочитал, но на самом деле он все не думал. Ну да, кто там использовал по статусу, спрашивал мне какие-то советы по ТЭЦ. Ну, а лично запрелся. Так что ОСМЕР там казалось не очень много, что это было не странно. Но одна оправдована, что вверху я не смогу найти участие в клубовинтарной команды, потому что они построили свой стенд, на котором крутили этот телевизор, знаете, в корректе, где он в реально древний прав был по СССР. Это большая заняпуха, конечно. Люди там заходили и смотрели. Но в целом в официальной команде продавать особо нечего. То есть они не могут сказать, пусть творите наш дистрибутив, или пользуйтесь нашим офисным пакетом. То есть они просто говорили, типа они есть, они рисуют по СССР. Но в целом, не понятно зачем, но по крайней мере, можно было взять такой уголок, что если голос мир вам несколько говорит, заходите на сайте в интернете. Интересная презентация от Gnome Maps в предыдущих сайтах. То есть если вы знаете, в KDE Gnome два основных дисплея так называются. Две основных оболочки для Динакса. Две основных оболочки для Динакса. Людмечный. Да. В них есть собственные карты. В кабине это Мангу, в Gnome это Gnome и Gnome Maps. И все они в последние пару лет начали дико развиваться. То есть они занимают студентов в школах, врачают разные биотеки, и сервисы. И добавляют в свои программы не только платные слои или гиакозы в поиск. Но и более продвинутые фиши, типа устроения маршрутов, типа закладок, типа чекинов форстаер, типа загрузки отображения в Gnome JSON. И они реально развиваются. Человек, который рассказывал про Динакса, он очень много времени делил в проблеме поиска местоположенного. То есть там, понятно, есть несколько уровней. Первое, это по идеалу IP просто у нас в СССР но часто точность сомнительная вместо СССР может сказать, что вы находитесь в России. Потом есть самый точный уровень с устройством DPS, но в звании на ней уже работает. Имеется с HPS Есть уровень по Wi-Fi. То есть есть Mozilla Location Services полностью открытая база лавров. Не знаю, сколько тут оно на первых видео. Который по SSID он да? Да. Который по идентификатору сети может сказать, где это место находится. По Wi-Fi при состоянии неожиданно я не знаю, как это было бы жить в Мексике, потому что из-за одного неприятного инцидента наша сеть локализуется в нашей сети. Очень неудобно. И есть модуль менеджер, который локализует под системы 3G. То есть тоже есть база лыжек. и вот что? Вот 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 под системы 3G точно получается невысокая порядка нескольких километров, но все лучше чем UIP то есть там мы не будем реально заморочены, чтобы как можно более точнее проявляться. Ну видимо для того, чтобы видеть вот 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 ну собственно если вам интересны только карты, то на FOSDEM ехать смысла слова не имеет, потому что про карты там очень мало и начального уровня. То есть презентации есть интересные технические презентации но они связаны с как типа вот а то что связано с как то есть мы нашли много интересной библиотеки и мы вам не покажем вот так что FOSDEM не какая-то интересная но довольно интересно и если у вас есть шанс поехать что это Брюссель а Брюссель еще вкусно и все кстати я привез 2 кг не жаль там родится нас не не жаль вот так что куда-нибудь если поздрем нам будет есть пара вопросов если есть что-то интересно то что у нас есть несколько человек которые реально тестируют регуляционные функции а не так как на форуме Брюссель ну и там видимо залипло определение сети Wi-Fi человек живет на кошельке и как-то так получилось что Google подумал что он еще в той сети но координаты поменялись и я поставил на цели выглядит как золотая гава и теперь это залипло и никак не не ожидается но поскольку такие дублики ничего не осталось выиграл себе да я это забрал вот так что такая странная как я не знаю я конечно когда наехал я ждал что он будет все более технично и более полезно а там это слишком разнообразно ну неудивительно там всего было что-то вот 560 докладов сходить на все его нужно очень аккуратно то есть первый раз я допустил ошибку что я начал выбирать доклады которые у меня более-менее понятно там основы китоны там рецензионные вопросы ну что все-таки выбрал то и получил реально основы китонов мне неинтересны и рецензионные вопросы которые в принципе я уже отвечал но интересно я узнал что на самом деле я думаю что наша окулсерфмертная лицензия ODB она расплывчата и ей нужно много пояснений и в целом это так но я как бы это думал в сравнении с состоявшейся лицензией GPL которые я проверил всегда которые 27 и в общем я попал в несколько докладов про проблемы GPL и понял что их там все еще хуже то есть основной у них проблема это понятие распространения то есть GPL начинает работать когда ты распространил программные отключения слово действительно вот а когда этот слой отключается это вот большая проблема и большая непонятность есть если ты скажем показал на 5 минут свой компьютер с GPL то ты распространяешь это распространение там очень много их слышали то есть и распространение оно прикрутилось аренды и там было два доклада на эту тему и с которой стало понятно что это еще не решено так что лицензия не всегда еще я запомнилась фраза что если у вас есть возможность не читать патент не читайте потому что само прочтение патента это уже юридический риск и получаются какие-то знания которые могут быть использованы в классу медицинские медицинские энциклопедии поймете что предпринимали как медицинские энциклопедии нужно лучше совсем аккуратно работать так узнал что Mozilla собирает много данных но ничего не шло он спрашивает или есть даже канал не справлять статистику не у Mozilla есть три канала сбора данных это загрузка обновление и Mozilla это отчеты пеша когда Mozilla упала может появиться отчет Mozilla и телеметрия это какие-то данные которые шлиются периодически из Mozilla информация как раз правильно работает какие-то сайты это Mozilla это работает если я нажимаю и отправлю да это я не знаю пища вообще это молчание но это можно отключить и Mozilla это они используют реально чтобы организировать их браузер то есть они постоянно смотрят на эти данные они уже находили что их отблок скажем в определенное время сильно тормозил сайт но не настолько сильно чтобы они жаловались но они заметили что если что то можно ускорить подъем блога то есть они смотрят статистику и находят из понятной статистики примерно 40 человек спадающих с падением Mozilla нажимают кнопку но это что может это